Этот деревянный дом в одночасье опустел, когда люди уехали, в нем поселилась тишина. Но все же один житель остался – кроткий и трогательный Лаврик. Его историю артисты Театра кукол рассказали на Малышкиной сцене. Состоялась премьера – спектакль «Домовенок Лаврушка». По режиссуре я бы сказал, что мы работаем в паре, в дуэте с Михаилом Юрьевичем Каданином, потому что мы друг другу подсказываем. Мы очень много своих каких-то впечатлений, воспоминаний добавляли в атмосферу и около наших образов. Впервые в Театре кукол используется кукла на запястье. Кукла управляется одной рукой. И именно из-за того, как ты будешь управлять кистью руки, от этого будет и художественный, так скажем, жест. Потому что указательный большой палец отвечает за голову и за рот. Мизинец за глаза. То есть это… И сделать это все одновременно – это такой интересный опыт. Ты это! Ты кошка? Я? Да. Ты кошка? Вернее, кот. А! Ну да. Я кот. Спектакль о хитрости и ловкости, об одиночестве и дружбе. Но также о том, что связующая нить между поколениями обязательно должна быть крепкой. Драматургия и тема очень щекотливая сегодня. Она нужная тема. Вот. А о том, что мы забыли, мы забываем своих родителей, мы забываем своих близких порою, а им надо отдавать. Все время отдавать. Словно отдельная глава в этом спектакле посвящена темноте. И она бывает разной. Когда мы говорим о темноте, какая она бывает разная, какая бывает приятная для и лавруши, и мышонка, вот в те эпитеты, в те аллюзии, вот там мы добавляли нечто свое. Я, 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 темноты. Стараюсь, болюсь, темноты. Темноты? Ага. Да ты не бойся. Не бойся. Давай, садись сюда. Прямо сюда? Да, прямо сюда. Темнота-то она снаружи страшная, а внутри добрая. А еще бывает уютное. Это когда забрежил свет в лампе или вкусная темнота. Это вот когда за окном еще темно, а ты проснулся от того, что мама с папой пельмени нарепили. Ой. Или бабушка блинов напекла. И как хочется, чтобы уютная темнота чередовалась со вкусной в доме, в котором главенствует не пустота, а любовь. Лавруша. Лавруша. Домовой, домовой. В ботинок залезай с нами, в новый дом переезжай. Поеду. Домой поеду. Позвали. Ура. Для счастья нужна всего лишь малость. Домовенок Лаврушка вновь обретет семью. И одиночество рассеется в устрашающей темноте. И на смену ей обязательно придет по-домашнему уютное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова